Недельная глава Трума Если за братой захочет, возьмите мое приношение То есть указание, что приносили приношение для постройки Мишкана Временного храма, который был в пустыне Интересно, тут написано, чтобы взяли для меня приношение Было понятнее, естественнее было бы сказать, чтобы дали Они же давали А что значит, чтобы взяли? Говорят на это, что когда человек что-то дает для святого В данном случае для Мишкана Для постройки Мишкана То человек больше, когда он дает По сути он берет, значит он берет Он получает больше, чем он дает Когда человек дает на добрые дела В данном случае на постройку Мишкана То же самое для нуждающихся То же самое на поддержку Торы Так человек получает больше, чем он дает Поэтому написано в Иикху, чтобы взяли А это приношение, которое вы будете брать от них Золото, серебро и медь Тут написаны те предметы, которые надо было принести Золото, серебро и медь Интересно Мы видим, что это идет сверху вниз По ценности Золото дороже серебра Серебро дороже меди Голубая шерсть Аргомом пурпурная Темно-красная шерсть И шерсть покрашенная Кровью от кичевичка Тоже красноватая По-видимому, эти два цвета были Немножко разными Ве шесть ильон Ве изим и козье шерсть Ве эрес эйлим и одомим И шкуры от баранов покрашенные красным Ве эрес тхошим И шкуры тхошим Тахаш был такой Животный, у которого шкура переливалась цветами Ва ци щитим Из бревна и дерева щитим Это из видов кедров Крепкое дерево Все предметы, упомянутые здесь Нужны были для постройки мешкана Или его предметов Шэмэнгамаор Масло для освещения Какое масло? Масло, которое тут Оливковое масло В сумме Большинство из них это растения Пахучие растения с хорошим цветом С хорошим запахом Для масла помазания И для воскурения Были такие виды, которые использовали для воскурения И были виды пахучих В основном растений Которые использовали для масла помазания Авны шэйгам Ве авны миру им Камни шоам И камни наполнения Для эйфэда и для хэшэна У коинга-дола первосвященника У него же были особые одежды У обычного коина были четыре одежды Штаны Рубашка Шапка И пояс А у коинга-дола были еще четыре одежды Из них были две особые одежды С драгоценными камнями Это были эйфод и хошэн У эйфода были два камня Драгоценных камня, которые называются шоам Кажется, привыкли это переводить в оникс А это у эйфода А у хошэна Были четыре ряда камней К каждому По три вида драгоценных камней Всего 12 разных драгоценных камней И каждое колено Имя каждого колена Было выкровлено на отдельном драгоценном камне А тут на камнях шоама Которые были частью одежды эйфод Были выкровлены на каждом из них имена шесть колен Шея, имена шесть колен на правом На камне, которые на правом плече А еще есть камни, которые на левом плече Орахаи Обращают внимание На непонятно На то, что тут И непонятен порядок И порядок их упоминания Тут же начинается Тора начинает Золото, потом серебро и медь Как мы уже упомянули Золото дороже серебра Как известно А серебро, как известно, дороже меди И они оба дороже Они оба иметь даже Дороже бревен Даже хорошего бревен Из хорошего кедра Такие упоминания предметов идет Раньше более дорогое Потом более дешевое И тут вдруг в конце Камни шоам для эйфода И камни наполнения для хошина Скажите Драгоценные камни Они дешевле Они Камни Драгоценные камни Как известно Намного дороже, чем золото Нечего уже говорить О серебре или меди Правильно? Так почему? Их ставят в конце Почему их ставят в конце? Что они самые дешевые? А? Вопрос? Урахаев Отвечают на это Три ответа Три пути Я упомянул Двое Которые я слышал Несколько раз Из уст самого Рабхайма Шмолевича Зацал Когда он Говорил Ежеват мир Говорил Очень Очень Четко С чувствами Очень Большим чувством И большой логикой Я помню Это как сейчас Он говорил Так Что самое дорогое Приношение Как мы читали Человек Которого Доброта сердца Захочет дать Главное Тут Доброта сердца Не столько Сама Стоимость Приношения Сколько Доброта сердца А В главе Ваяке Пишут Пишется Так Моше объявил Чтобы принесли Когда Моше объявил На завтра После Йом-Кипура Моше Собрал народ И объявил Чтобы Что надо Строить Мишкан Временный Храм В пустыне И чтобы Приносили Приношение Каждый По своему Желанию Подоброта сердца Так Там написано Как Все стали Приносить Мужчины Женщины Разные украшения Женщины Приносили И написано Как За два дня Все принесли Достаточно И даже Предостаточно И написано В конце Что К Ванесимый Вил А Князья Принесли Что они Принесли Камни Шоам И камни Меуем Там Ну И вот эти Пахучие составы Пахучие растения И они Принесли Драгоценные Камни То есть Видно Из текста Торы Что они Принесли Упоминаются Последними То есть Они Принесли Князья Колен Принесли Последними Он Ответил Раша Отвечает Так Это Медраж Что При Приношении Для постройки Мишкана Князья Колен Сказали Так Пусть Общество Принесет То что оно Принесет А что Будет Не хватать Мы Дополним И Оказалось Что Общество Принесло Все Что Осталось Им Дополнить Только Драгоценные Камни Для Ифода И для Хошина И Пахучие Составы Которые У других Людей Не было Только У князей Колен И они Это Принесли Продолжает Раша И потому Что Они Не Ленились При Принесении Что Они Принесли Последними Их Имена Написаны С Недостатком Буквы В имени То есть Так Есть Слова Нарашона Кодыш Вторые Которые Иногда Пишут Полным Написанием И неполным Можно Писать Несием С Юдом И без Юда А тут Пишется Без Юда Когда Тора Что-то Пишет То Обращает Внимание На все Тонкости Как Писать Если Пишется Без Юда Не Хватает Что-то Это Означает Что У Человека Что-то Духовное Не Хватает У Нех Не Хватало Энергичности Принести И поэтому Они Задержали Своё Приножение А когда Человеку Не хватает Что-то То Его Написание Написало Неполно А потом Когда Не поняли Свою Ошибку То При Обновлении Мишкана Они Уже Принесли Первыми И Они И 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 Так Выходит Так Конечно Бриллианты Драгоценные Камни Очень Дорогие Они Дороже Всего Того Что Мы Упоминали Раньше Дороже Золо Золо Нечего Уже Говорить Что Они Дороже Серебра И Меди И Бревен Нечего Уже И Говорить Об Это Ну Что Что Дорого Перед Богом Дорого Доброе Сердце Желание Принести А Так Как Это Не Хватало Была Лень У Князей Колен Так Поэтому Их Поставили Их В конце Списка Эти Приношения То есть Как Рабхайм Мулев Выражался Что Приношения Которые Приносят С ленью Задерживая Пусть даже Он приносит Самое Дорогое Но Перед Богом Это Стоит Меньше Чем Золото Чем Серебро Чем Медь Даже Меньше Чем Бревна Дорогое Перед Богом Это Доброта Сердце И Энергичность Это Дорогое Раз Они Поленились То Это Не Так Дорого Доброты Сердца Не Хватало Тут Задается Вопрос По Рабхайм Сам Рабхайм Задал Вопрос А А О Они же Сказали Аргумент И Кажется Аргумент Который Можно Услышать Они Сказали Пусть Общество Принесет Что оно Принесет А Что Будет Не Хватать Мы Дополним Надо Знать Что Очень Часто Не Аргументы Приводят К Тому Что человек что-то не делает а бывает очень часто наоборот личная заинтересованность личная лень находит аргументы знаете что и это вообще-то и пасук мишлы ленивый он умнее в своих глазах чем многие мудрые советники то есть лень находит причины это не надо делать потому что так потому что это неважно и потому что не получится и так далее и так далее лень уже находит свои аргументы для лени то есть очень часто бывает что причина это не сама причина это отговорка который человек сам это говорит эту отговорку это первый путь второй путь есть мидраж что ланесием и вью так написано князья принесли а можно перевести по-другому несием можно перевести князья а можно перевести облака облака тоже слабо несием можно перевести облака что это означает как для всего еврейского народа облака спускали манн так для князей колен облака так для князей колен облака спускали драгоценные камни для князей колен тоже приходил манн спускал спускался манн но и спускались и драгоценные камни тоже получается что они получили эти драгоценные камни без труда а когда человек над чем-то трудится и он это отдает он отдает свое сердце а когда человек не трудится он это ему легко отдавать это менее дорого человек сейчас чем-то трудится это 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 часть его это его его сердце и это самое дорогое всего тут упомянуты 13 предметов что-то нужно было для построения мешкана что-то для предметов мешкана вы осули мигдош вешок антибес и хом сделают для меня святилище я буду находиться среди них приводит не помню а ущиха или шо приводит медраж написано я буду находиться среди них не написано я буду находиться в нем в этом святилище когда они сделать ведь святилище святое место я буду находиться среди них среди еврейского народа как все это я тебе показываю и ставни самишкам облик мешкана форму его вы ставни сколкевов и облик всех его предметов и так делайте так сделайте так если что-то из них пропадет сделайте в будущих поколениях сделайте на подобии того как тут указано дальше тора пишет начинает с ковчега это самое святое там находился свиток тор и и там находились скрижали ты как делали его ну сейчас наше время уже все нарисовали и легко и легко вы смотреть и видеть как это все выглядит что вы делали ковчег из дерева шитом амасаем определенный вид кедра амасаем вахайцы орки два вахайцы с половиной длина полтора вахайцы ширина полтора вахайцы и полтора вахайцы высота так что-то как выглядит зеларон а выглядел как ковчег как ящик мы цепи свой сей зоов то гер покрой его чистым золотом мы байзу ми хуцца цапено изнутри и снаружи покрой его волоси со олов сделан над ним зев зоов сови золотую коронку вокруг то есть как раз золотую как коронку над ним как это сделали значит и сделали его из дерева а покрыли золотом и снаружи и изнутри интересно делали его из дерева дерево это символ жизни роста покрыли золотом изнутри и снаружи как это сделали раньше приводит что написано до книгах до него он приводит из них что сделали может я сделал из него же сделал сделали три ковчега средний из дерева внутренне и золото и внешне тоже и золото вставили внутренней из золото внутри дерева ковчег из дерева и ковчег из дерева внутри ковчега золото Затем покрыли верхнюю сторону дерева, тоже покрыли золотом. А затем сделали коронку, чтобы коронка выступала наверху. Вели ему четыре колец и золота. Воносато положи аларба помыслов на четыре угла. Из них два кольца на один бок, и два кольца на другой бок. На одном боку два кольца, и на другом два кольца. Воси свобода и отцы шитим, делай шесты из дерева шитим, и цепица ицем золотом, покрыл золотом. Веди шесты в кольца на боку ковчега. Воси свобода и отцы нести ковчег имя. В кольцах ковчега будут шесты, чтобы они из него не вынимали. То есть это из шестой тринадцати запретов Торы. Нельзя вынимать шесты из ковчега. Интересно. Надо же понять и духовный смысл этого. Почему такие шестые нельзя было вынимать из ковчега? Это означает, что шестые неотделимо связаны с ковчегом. Нельзя их вынимать. Тора запретил. В книге Меша Хохма прибывает. Простое, интересное объяснение. Он говорит так. Что символизирует ковчег? Там лежала Тора. Лежали, скрижали. Что это символизирует? Что ковчег символизирует? Символизирует Тору. А что символизирует шесты? Шесты через ними несут, поддерживают Тору. Те, кто организует Тору, те, кто поддерживает Тору. Так Тора нам тут говорит, что те, кто организует вопросы Торы и поддерживают экономически Тору, они неотделимы от самого ковчега. Неотделимы от Торы. Кто поддерживает Тору, неотделимы от самой Торы. Взаимосвязаны. Это символизирует нам запрет Торы вынимать шесты из ковчега. Мы на саду и оорну. Поможи в ковчег, если идут свидетельства. Ашер Этен и Рехуд, я тебе дам. Какое свидетельство? Хорошо говорит это Тора. Что это свидетельство между Богом и еврейским народом. Я велиуем заповеди. Интересно. Уже напишут наши мудрецы, что не случайно у ковчега все меры были половинчатые. Два с половиной, полтора, полтора. Это символизирует, что для того, чтобы человек удостоился Торы, у него должна быть большая скромность. Поэтому меры тут половинчатые. Все. Человек должен чувствовать, что он еще половинка, он еще учится и старается знать, но не иметь скромность. Сделай крышку из чистого золота. Два локтя с половиной, ее длина. И локтя с половиной, ширина. Восисы сделаешь наим кругом. Два изображения золота. Приводится, что это были как дети. Микшота с эйсом. Выбиты и сделай их. Мишнык с эйсака перес. И двух краев в крышке. Значит, выбиты, чтобы из самой крышки это выбить. Это не сделать отдельный присоединитель. Нет. Они должны быть часть самой крышки. Выбиты и сделай один круг изображения от края отсюда. У круга ходьми к отцу мизе. И один круг из края отсюда. Минака перес. Из крышки тасуешься округим. Сделай вот эти изображения. А уж на эксейсом на двух краях. Вот эти круги были, как дети. Перес их нафа им гонала. Распростерли свои крылья наверх. С их им бахамфеем. Покрывают своими крыльями. Ага перес над крышкой. Уфнея моих лица и шелохи. Один к другому. Ага перес крышки. Ее будет пнея кругом лица. Лица кругом. Приводится в геморреж, что это были как два. Один, как два ребенка. Один в форме мальчика и другой в форме девочки. Приводят, что этот был символ. Постоянные связи между Богом и еврейским народом. Вы же знаете, что Бог сравнивает как парня, а еврейский народ как девушка. Их взаимная любовь. И тут подчеркивается лица один к другому и с другой стороны крышки. Один к другому. И можно еще сказать, что лица один к другому и крышки. Крышки это значит, что под крышкой Тора. То есть заповеди Тора. У каждого еврея должно быть лицо к двум направлениям. Один к другому. Это свод между одним евреем и другим. А крышки, то есть Ктори, который лежит внутри, это есть и заповеди, которые между человеком и Богом. У человека должно быть направление и к этим заповедям, и к этим. В равной мере. Положишь крышку на ковчег наверху. Ты дашь свидетельство, а это не легко, что я тебе дам. Я встречусь тебе там, в этой барте и тхо, буду говорить с тобой, мяга капорат, и с над крышкой, мебенчный округим, между двумя округами, а ше, который алларино идус, качегом свидетельства, а скола ша отца ва исхо, все, что я тебе велю, обны и срою к сынам Израиля. То есть, с момента, когда был построен мешкан, так Бог говорил с муше и над крышкой, между кровью. С момента постройки мешкана Бог говорил с муше именно оттуда. Интересно. Есть два мнения. спор Раши и Рамбана насчет постройки мешкана. Это изначально был план Бога так? Или нет? Я скажу вам. Раши не в нашей главе, через две главы, в главе Китиса, Раши пишет, что главы Торы не написаны по порядку. То есть, Трума и Цецавы, глава постройки мешкана и глава об одежде для предосвященника, она... Это все было... Про Цецавы, я не знаю, не написано. Глава Трума, он говорит, была написана после указания была... Муше же поднимался, по мнению Раши, на гору три раза на сорок дней, знаете. Так последние сорок дней, когда Муше поднялся на гору просить Бога, просить евреям, грел золотого тельца и спуститься с новыми скрижалями, тогда Бог ему сказал, как показатель, показать, что Бог вернул свою любовь к еврейскому народу, строить мешкан. Так написано в Раше. То есть, из этого Раше слышится, что если бы не было грел золотого тельца, и не было бы одоления, то не было бы и постройки мешкана. Так слышится из Раше. Непонятно. Но ведь так была связь Бога с еврейским народом, как бы он был. Так Раше сам это не говорит более подробно, но в комментариях с фурну, в конце главы «Ятро», там же написано так, в конце главы «Ятро». «Мизбаха домо тасели». Это уже сразу после дарования Торы. «Сделай жертвовник земли, и приноси там свою жертву. В каждом месте, где ты упомянешь мое имя, я приду к тебе и дам тебе богословление». Сфурна говорит так. «Ты не нуждаешься в постройке каких-то великолепных, прекрасных зданий и серебра, и золота. Ты сделай простой, простой жертвовник, и я приду и пошлю тебе богословление». Возможно, что Раше тоже идет этим путем. То есть, другими словами, конечно, жертвовник должен был быть, и принесение жертв должно было быть. Но кто сказал, что это должно быть так, в таком великолепии? Тебе, после греха золотого цельца, что они духовно упали, так приближение к Богу должно было быть именно так. А до этого приближение к Богу могло было быть более простым путем. Так слышится из Фурна. Возможно, и Раша тоже идет этим путем. Раша вообще во многих вопросах просто молчит. Это путь Раши. А по Рамбану, в Рамбане написано по-другому. В Рамбане видно, что все главы написаны по порядку. И это был изначально план Бога построить мешкан. И там будет присутствие Бога. И там будет близость к Богу. Это изначальный план. Был. Но что? Из-за греха золотого цельца реальная постройка мешкана задержалась. Так как отношения между Богом и еврейским народом встали в такое нехорошее положение, так не было места тогда строить мешкан. Когда было примирение между Богом и еврейским народом, тогда было указание строить мешкан. Но если не было греха золотого цельца, сразу же это указание было дано в первые же 40 дней, когда Моше поднялся на горло. По Рамбану это был изначальный план. Более того, Рамбан в ведении своей книги шмот, он объясняет содержание всей книги и говорит так. Книга шмот это книга исхода. Ну, раз он говорит об исходе, надо же говорить об угнетении тоже. А, ну, так выход исход уже был в голове Бо или даже скажем Бошарах после того, что было как египетская армия потонула у Красного моря. Он продолжает, нет, это еще недостаточно. Нужно было, чтобы они поднялись к уровню своих отцов. А, когда они поднялись к уровню своих отцов, когда они построили мешкан, и там есть присутствие Бога, тогда они вернут, тогда они достигли уровня своих отцов. И тогда, когда они достигли уровня своих отцов, и этим же заканчивается глава Пкудэй, который кончается Хумашмот, этим заканчивается книга Шмот. Это книга исхода. Но исхода это же недостаточно. Надо же еще достигнуть уровня отцов. Так говорит Рамбан. То есть это часть плана Бога, и это необходимо, чтобы достигнуть высокого уровня их отцов. Это путь Рамбана. Интересно, мы упомянули по коронку, которая была у Ковчега. Правильно? Так? Приводится, что Раша приводит, что была коронка у трех предметов в мешкане. У Ковчега, у стола, Шулхан и у Мисбея, жертвенника, золотого жертвенника. А что эти коронки символизировали? Каждый символизировал другую корону. Коронка у Ковчега символизировала корону Торы. Коронка у стола символизировала коронку царства. А коронку у золотого жертвенника символизировала коронку куна. Там делали на золотом жертвеннике, делали очень дорогую службу важную, приносили в ускорение. А стол символизировала собой корону царства. Почему царство? Потому что на столе стояли хлеба. В чем обязанности царя? Что он должен делать? В чем его функция? Он должен заботиться о народе, чтобы у народа было что есть. Поэтому стол, на котором стоят хлеба, символизировала корона царства. Мы теперь как выглядел стол? Стол выглядел как обычный стол с ножками, четырьмя ножками. «Васица шууха на цей шитым». «Сделай его из дерева шитым». «А моса и морки ваам 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 два локтя длина, локоть ширина и полтора локтя высота». «Васица из зоов тоя, покрой его чистым золотом, вася с зоов собиф». «Сделай ему золотую коронку». Мы уже упомянули, что эта коронка символизирует корону царства. Между прочим, там наши мудрецы говорят так, что корону Корону Куна уже получил Аарон, его потомство Куаним, корону царства получил царь Давид, его потомки, его потомки, которые Богу достоят царство. А коронка Торы символизирует коронка на ковчеге, она открыта. Каждый, кто хочет, может ее взять. Но, конечно, чтобы ее взять, нужно трудиться, любить Тору и трудиться. И, соответственно, труду, соответственно, этому человеку будет корона Торы. на этой неделе я был, удостоверился быть в доме Рабханин Каневского. Так интересно, в него там были, было, пришло много людей насчет, пришло много людей. И выступал один, выступал другой. Рабханин Каневский сидел у стола. Как раз так получилось, я сидел прямо возле него. И перед ним была геморахулин, небольшая. Геморахулин, глаза в геморе, у него листочек бумаги, и он смотрит и спускает, так сказать, строчка за строчкой спускает вниз, прошел, прошел эту страницу, переворачивает на следующую, открывает там с тем же листочком бумаги и строчка за строчкой учит. Пока там сидели люди и выступали и говорили, он уже прочитал несколько листов. Я говорю вам то, что я видел своими глазами. Чтобы знать Тору, надо много трудиться. Это удостоится, удостоится Тору. Вообще для еврейского народа, когда есть большие люди Торы, это большая блага для всего еврейского народа, что есть большие люди Торы. Вообще-то в нашем, если смотреть то, что были большие люди, которых я еще успел застать и говорить с ними, много гигантов ушли, сейчас должны вырасти новые, дай Бог. мисс Герретт, сделай ему каемочку тэфах шириной тэфах сави вокруг, сделай золотую коронку мисс Гарте для его каемочки сави вокруг. Значит, есть два мнения, раньше приводят. Представим себе, что вот этот стол, это стол, о котором мы говорим, так? Размеры, конечно, тут другие, но представим себе. Есть мне, так это было шириной тэфах, скажем, 8, 9, 10 сантиметров, шире, высота, одно мнение, что каемочка была вот так, над столом, так, со всех четырех сторон, а другое мнение, что она была ниже самого покрытия стола, то есть вниз, вы понимаете, что я имею в виду? Тоже как каемочка со всех четырех сторон. Два мнения. Значит, есть, сделаем у мизгарты в союзе золотую коронку у мизгарты и совы вокруг. Васисовый арба табы зол, сделаем у четырех золотых кольцов, в носатая санта боясь, положи кольца в арба апиес, на четыре угла, а шала арба рагу, в которой четырех ног. Лаумас аммизгарат напротив, соответственно, к этим мизгарат, каемочке, то есть оно будет отобо из кольца, вы вот им левадим, как домики для шестов, гостейся сашухон, нести стол, гостейся сабадим, ацейшитим, сделай шесты из дерева шитим, выцепи сайсом зол, покрою золотом, вниз в оммэцашухон, ими будет будет несен стон. Ну, устава, шесты, вставляют, вынимают, вставляют, вынимают. Значит, там были кольца, их вставляли, и их вставляли, и ими несли. Восисокорэйсов, выхапэйсов, уксэйсов, внакиэйсов, ваше юсовоэм, как покрыто, зоофтоэртасэйсов, из чистого золота дюрих. Значит, так, были формы. Во-первых, вы уже говорили, что на стол уложили хлеба, правильно? Это так называют, это то, что называлось гахамапоним, хлеб, у которого есть лицо. тут как раз хорошо хорошо нарисовано, как это выглядело. Представляете себе, вот так выглядели хлеба. Их вы... Так, корэйсов, это формы, в которых, были формы, в которых вы их выпекали. Затем были формы, в которых их держали после выпечки. Порядок можно такой. Выпекали их в пятницу. В субботу снимали хлеба, который положили в прошлую субботу и делили для Куаним, и вложили новые хлеба. Хлеба были... Вообще, как практически все, что делали в храме, в мешкании в храме, практически все было как маца. Есть там исключения, но так было... и они тоже, они были как маца. Все, что в храме выпекалось, было маца, кроме двух исключений. Так, в храме по ним тоже было маца. Теперь, в храме копейцев как ложечки, чашечки, в которых рожили в них рожили радан на стол. В них рожили ровуна, радан. Это копейцев. А дальше к сейсову на кейсов это... Тут были две части. Сейчас я объясню. А юс обе покрои цинь зоу в туэртаса и сом. Из чистого золота сделать их. Значит, тут были как две... как стеночки, скажем, из чистого золота. На столе же было два ряда хлебов. По шесть в каждом ряду. Всего двенадцать. Нижние... Нижние хлеба ложили на стол. И ложечка ливона тоже ложили на стол. А остальные хлеба пять справа и пять слева ложили выше. Как же ложили их? Не ложили один на другой? Или как? Я уже сказал вам, тут были как две стеночки из золота. В них были каемочки. и в них и вкладывали полуцилиндр. И полуцилиндр эти поддерживали следующий хлеб. ложили тут. На каждый из них поддерживало три полуцилиндра. А верхний хлеб поддерживали только два полуцилиндра. То есть были вот эти как стеночки и были полуцилиндры. И все хлеба поддерживали под... Нижний хлеб ложили на стол. А остальные поддерживали полуцилиндры по три. А верхний поддерживали только два. То есть на столе было 12 хлебов. Хлеба ложили выпекали в пятницу. Ложили в субботу. Снимали хлеб, который ложили неделю назад. И хлеб был совершенно свежим. Веносата положила шуху на стол. Рехем по ним. Хлеб, который имеет лицо, лафанай передо мной томит всегда. Теперь следующий предмет мешкания это был светильник. Бласи сум нейра зо фтояр. Сделать светильник из чистого золота. Это интересно. Ковчег, о котором мы говорили, он был сделан из дерева и покрыт золотом. Стол был сделан из дерева и покрыт золотом. А светильник был сделан из чистого золота. Больше ничего. золотом. Стол сделать светильник из чистого золота. Мик что выбитый это его сам ныро. Пусть будет сделан светильник герехо и ее ножку нижнюю ножку в икону стебель центральный гвиео рюмочки кавтерео как яблочки уфрахео цветочками что были из нее. То есть там менора выглядел, а светильник выглядел приблизительно или так, или так. Видите, тут две формы. По одной из форм боковые, я не знаю, как это назвать, ребра, они идут по диагонали, так? А на эту форму они идут кругло по диагонали, а тут они идут прямо по диагонали. У них тут были чашечки наверху и были украшения. Светильник был с украшениями трех типов. Один похож на рюмочку, один похож на яблочко, один похож как на цветочек. И указано тут сколько всего было. Вещи, что конем шесть, я не знаю, как называть, шестопа, выходит Мецидо. Вещи, что конем яйца Мецидо, выходит с боков. Три выходят с жительника Мецидо уехать с одного, с одной стороны. Ушли еще к нейм нейро и три Мецидо украшения с другой стороны. Шли еще гвием. Три рюмочки, мы шукодим, вырисованы бакон наехать в одном стебле, кафтер в оферах. Яблочко и цветок. Ушли еще гвием. И три рюмочки, мы шукодим, выгравированы бакон наехать в одном стебле, кафтер в оферах. Яблочко и цветок. Кинь так, а шеще сам конем, для шесть стеблей, а яйцин, который выходит, мином нейро. То есть в каждом из них было по три рюмочки. Одно как яблочко и одно как цветочек. У вам нейро, а в самой мноры, в центральном стебле, который шел прямо, арбо гвием. Есть четыре рюмочки, мы шукодим, вырисованы, выгравированы, кафтерео и яблочки, уфрохео и цветочки. Раша делает расчет, сколько же было всего рюмочек, сколько было яблочек, и сколько было цветочек. Рюмочек всего двадцать два. Расчет очень простой. В каждом из стеблей по три, а шесть стеблей сколько? Три на шесть? Восемнадцать. А в центральном стебле, который идет прямо, четыре. Восемнадцать четыре, двадцать два. Яблочек одиннадцать, а цветочков держите. У вам нейро, а это уже сказали, выхавтер, и было еще яблочко, також не оконим и мено. Так, где выходят по два стебля. Выхавтер яблочко, також не оконим и мено, а где, выходит два стебля. Выхавтер яблочко, також не оконим и мено, а где выходят два стебля. Вышне с какой-нибудь шесть стеблей, а здесь выходят мином нIR, изм, нир. Так расчет очень простой. Как 22, в двадцать две, рюмочке мы уже сказали, три на шесть, а в центральном было четыре, восемнадцать четыре. А как яблочки? Давайте сделаем такой расчет. В каждом стебле было по яблочку, и в центральном было тоже. Так? Значит, уже сколько яблочек? Три. Секундочку. Семь. И еще три. Девять. И еще один внизу, это одиннадцатый. А цветочков? А цветочков было девять. Значит, в каждом из шести по одному. И в центральном был один наверху. Это уже шесть и один семь. И еще два были в центральном. Семь и два, девять. Их яблочки и стебли должны были сделать из нее самой. Куромик шоу ахас. Все из одного куска зоов-тоэр. Чистая золота. Боас истоес нейресео шиво. Сделали ее чашечки сим. Боярес нейресео зажги. Бояия, чтобы светило, а либо подняло к ее лицу. Умалко хео махтейсео щипцы и совки зоов-тоэр из чистого золота. Кикар зоов-тоэр яса-эйса. Кикар – это мера в детстве. Золотого чистого золота. Кикар зоов-тоэр яса-эйса сделайте ее. Эй, сколки лео. Эй, сколки лимой лео. Все эти предметы. Значит, светильник вместе со всеми предметами, всего и вес его был сделан из чистого золота кикар. Было непросто сделать. Уреи ваасей. Смотри, делай бы савнисом по их облику. Ашиатом море. Что ты показывал бы, горб на горе. Интересный манурав был только из золота. Интересно. Дальнейшие предметы храма так. Было еще два жертвенника. Золотой и медный. Очень интересно, что золотой, о постройке золотого жертвенника написано не в нашей главе, а в следующей. А в нашей главе пишется про медный жертвенник, который был во дворе. Любовь. Интересно. Эти два жертвенника имели два параллельных названия. Один был внутри, в мешкане, а другой был во дворе. Значит, поэтому они назывались. Тот назывался пним, мизбеяха пними, жертвенник внутренний, внутри мешкана, который во дворе назывался, мизбеях хак и цон. Мизбеях жертвенник внешний. Внутренний назывался мизбеях азов, золотой жертвенник, а внешний, он был покрыт медью, мизбеях анахэщет, медный. Внутренний назывался мизбеях акторат, на него делали воскурение, а внешний назывался мизбеях айго, на него приносили жертву. Практически все жертвы приносились на внешнем жертвеннике. Все. Единственное постоянное жертвоприношение, которое делали каждый день, это было только воскурение, которое делали на внутреннем жертвеннике. А что же делали на внутреннем золотом жертвеннике? Ну, как мы уже упомянули, на нем делали воскурение каждый день, и на нем брызгали кровь в Йом-Кипур. В Йом-Кипур там ввели службу, брызгали, и есть еще несколько жертв по особым случаям, это не постоянные, по особым случаям, которые приносили по особым случаям, которых надо было тоже брызгать на золотой жертвенник. Брызгали кровь на золотом жертвеннике. А так вся остальная служба производилась на внешнем медном жертвеннике, и остатки жертв вложили на него, и сжигались на жертвеннике, на внешнем жертвеннике. Дальше то в нашей главе Тора пишет, как строили, чем покрывали мешкан, чем покрывали, покрывали полотнами из тканей, которые ткали из нескольких видов, из трех видов шерсти и одного вида льна. Голубая шерсть, пурпурная шерсть, шерсть красная, покрасная, покрашенная, кровью от чавичка, и лен. Ткали нитки из всех этих четырех видов, и этим покрывали мешкан. То есть нитки эти переливали несколькими цветами, они были особо красивыми. Этим покрывали. Есть еще покрытие дальше. Вот тут наш час уже кончился. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова